Пожалуй, это одно из самых популярных блюд в мире, поскольку сочетание мяса и теста неотменимо в кулинарии. И, конечно же, каждая хозяйка с Южных гор до Северных морей, от Москвы до самых окраин, соответственно, считает, что умеет его готовить. Однако за простотой целый мир, целая история о национальных вариациях на тему теста и начинки. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Алсу! У нас в гостях Алсу Габдукаева, Алсу Зиятовну. Что мы сегодня готовим? Здравствуйте, друзья! Сегодня мы готовим башкирское национальное блюдо – манты. Мои дети очень любят вкусное блюдо и мне помогают. Думаю, все дело в технологии приготовления. То есть мант, мант, правильно говорю? Мант один – это тот же самый пельмень, только побольше или нет? Побольше, покрасивее. А пельмени есть в башкирской кухне? Есть обязательно. Ну, рассказывайте. Но манты более полезные, потому что они готовятся на пару и с добавлением овощей. Это что касается начинки. А что касается пельменей, я вот прочитала, может, неправильно, правда, что это такое свадебное блюдо, что на башкирской свадьбе тоже присутствуют пельмени, но какие-то маленькие. Да, со стороны жениха такой обычай, что стряпают мелкие пельмешки. Со стороны невесты суп с домашней лапшой, мелко нарезанной. Мне кажется, что какой-то смысл все-таки в этом есть. Пельмешки, наверное, напоминают деньги. Да, монетки. Монетки. То есть со стороны жениха ожидается богатство, а со стороны невесты длинная лапша – это, наверное, вот чтобы жизнь лилась и была долгой-долгой, и никогда не кончалась. В общем, вот эта вот история про долго и счастливо. Любовь, да. Что касается нашего теста, есть отличие от пельменного? Есть. Какое? Да. Присутствует масло подсолнечное. Ага. И оно плотнее, да? Плотнее, да. А вот знаете, есть такое поверье, что нужно ударить тесто там сколько-то раз, и оно будет воздушным. Не будем бить? Нет, не надо. А что надо делать? Рассказывайте. Мы сейчас разделим наше тесто на три части и уберем отдыхать в пакет. И укроем полотенце. Ну и пищевую пленку, да. Пищевую пленку. И будем переходить к начинке. Начинка у нас сегодня будет какая у Мантов? Значит, у нас фарш индейки, тыква, зелень, перец черный, соль, вода. Все? Ну, это тоже не самое оригинальное. Вернее, оригинальное, потому что рецепт уже у каждой хозяйки, видимо, претерпевает развитие некое, да? Да. Мясо дружит, конечно, с кисломолочной продукцией и с кисленькими ягодами. Поэтому будет оригинальный соус. Теперь особенности лепки. Смотрите. А вот так вот можно или на руке? Можно на руке. Можно на руке. Так, значит, берешь. Но у нас как-то вот это много? Думаю, достаточно. Вот так. Теперь вот так. Противоположные уголочки будем скреплять, 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 скреплять. Вот смотрите, дорогие друзья, так. Потом вот так. Чего там? Как? Залепить, надо залепить. Залепил. Дальше. Теперь вот эти соседние. Так, цветочек. А, вот так. И получилась лодочка. И посмотрите, у меня из лодочки что-то убегает из лодочки. Ну, она там прибежит. И далеко убежит, да? До мультиварки. Есть такое определенное поверье башкирское, что вот тесто и начинка... Лучше, чтобы закончилось все одновременно. Оно относится к мужчинам или к женщинам? К женщинам, потому что женщина в основном стряпает. И если все закончится вместе, тогда... Незамужняя девушка выйдет замуж, которая стряпала. А замужняя, все у нее будет прям очень хорошо. Как по маслу. Масло в нашем рецепте тоже участвует. Но об этом чуть позже. Сейчас нам осталось переместить в мультиварку и дождаться результата. Башкирские манты. Замесить тесто, мука, яйцо, вода, растительное масло, соль. Полчаса подержать, чтобы отдохнуло. Разделить на части. Раскатать каждую в пласт толщиной 2-3 миллиметра. Внутреннюю сторону стараться делать с минимальным количеством муки. Разрезать тесто на квадратики. Приблизительно 10 на 10 сантиметров. Начинить фарш ингейки, тыква, лук, аджика, перец, соль, вода, зелень. Сформировать манты. Готовить на пару 30 минут. Подавать соусом, кисло-сладким, острым или уксусным. Залив в отверстие мантов. Масляный бульон. Огромное спасибо Алсу за то, что пришли. Всю эту красоту приготовили. Отдельная благодарность Пермскому дому народного творчества губерния. Ну что, к творчеству? Да, пока горячо. Обязательно нужно попробовать. А как это едят? Вот там же бульон. Можно разрезать, можно ручками, можно вилкой. Срус не забывайте. Там не вкусно. Приятного аппетита. А шара гэс там на болсон. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и любви. Махапат, рахматизгер.